Дарина, как вам, как вы себе представляете сражаться на такой большой арене, на таком большом арене? Ну, пока у меня еще таких мероприятий не было никогда в жизни, то есть это первое, но меня это особо не смущает. Дарина говорит, что это ее первое большое событие в таком уровне, и она очень рада, чтобы быть в этом. И я думаю, что ты получил на много людей радио для этого видео, который вышел, ты против 529-пл. Вы можете поговорить о том, как это произошло, из вашей точки зрения? Какая история была? Как эта борьба была создана? Речь идет про какой-то... Григорий Чистяков, 240 килограмм веса. А в чем вопрос? Вопрос заключается в том, как вы к этому относитесь, что вы ставите к вашему мнению на данном счете. По поводу данного боя? Ну, данный бой был организован с моей идеей, подраться с мужчиной. Мы выбрали мужчину, с которым получился действительно зрелищный бой, который дал нам известность и в Америке, и в разных других странах, помимо России. И, собственно, помог тому, видимо, поспособствует то, что нас заметили в белаторию и мне подписали на контракт. Yeah. Perfect. So Darina says that it was actually her initiative initially that she got the idea of finding someone huge, and then used that as a promotional value for not just Russia, but also for the U.S. and for other countries. And it turns out that this way she was able to draw attention to her, and this way she's called a белаторл контракт. Yeah. And was that really the goal of you setting that up? В чем была идея, в чем заключалась идея в создании такого боя в таком формате, то есть это было только промолчен или что-то, может быть, еще помимо этого? Нет, именно идея заключалась в том, чтобы провести международный такой бой, именно межгендерный, мужчина против женщины. И еще к тому же, то есть там получилась такая разница в весе огромная в несколько раз, собственно, именно в этом. Барина говорит, что в идее, как в создании такого боя, это вообще, что в создании международный международный спец. В том числе и другими странами и другими людьми, чтобы сделать это очень красиво, очень веселое и что-то для того, чтобы посмотреть. Вы удивлены? Как популярность этого видео? Потому что это все было в США, и я уверен, что в мире в США. Вы удивлены вас, как эффект, как это произошло? Это видео с точки зрения популярности, потому что это видео популярно и в Америке, и в других разных странах. Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь к этому положительно, меня это не удивило. Мы хотели такого результата добиться, именно афишировать, что такие бои можно проводить, что мы его провели, привлечь к нему максимально много внимания, и нам это удалось. Да, то есть я добавлю, то есть я в принципе за зрелищные бои, чтобы людям было интересно их смотреть, чтобы это привлекало людей к спорту в целом, к боям, то есть посмотреть, чтобы им это было интересно, и собственно мы именно этого и добились, это и сделали. Такие бои были очень интересны, а особенно особенно это что-то наблюдение в том, как на одном и в traditionхе, по-разному, как на сегодняшний уровень в этом позиции. Так что это было для меня, у меня. Да, это действительно стук от меня. И на последнем, я не знаю, что это все знают, что люди пиджио ôngик за тебя, что ты были на виду в этом, что вы были на виду, а ты был на главный момент, чтобы они были выиграли выиграны. из-за того, как произошла ситуация с вашим огромным соперником, как вы считаете, что вы как-то должны затмить это событие с вашим бойцом, с вашими потенциальными победами в будущем? Ну, я считаю, что мы сейчас выходим на новый уровень, абсолютно новый уровень техники, которого не было никогда, у нас подготовка абсолютно нового уровня, соответственно, мы набрав в технике форму, мы можем показывать очень еще более зрелищные бои в Беллаторе с уже профессиональными оппонентками, и на такой технике на определенных фишках используют, которые мало кто редко использует, то есть показывают действительно еще более зрелищные даже бои, несмотря на то, что это не мужчина весом 240 килограмм, а такая же девочка весом 56. Дорина верит, что после этого бои, и у нее новое агрессивное, новое технику, и у нее просто новое время тренировки, она верит, что во всех этих способностей, которые она получила, она может получать даже больше выживания в бои в борту, И даже девушка, которая весит 50 килограмм, может сделать шоу. Дорина. Первый вопрос. Я понимаю, что ММА для женщин было меньше, чем в России, чем в других странах. Я просто хочу спросить, что это означает, 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 В России, в отличие от других стран, ММА у женщин не так популярен, как в России. Как вы относитесь к тому, что вам удалось поучаствовать в основном карде в этой детали в Москве? У нас карта не основная, у нас боеприлимы, а не основной карта. Собственно, я к этому стремилась всю жизнь. Я хотел именно, причем я хотел именно попасть в Беллатор. даже в свое время, когда прописываю цель, у меня там, я помню, открываю мне именно Беллатор, у меня там столько было много совпадений, тот промоушен, который я стремилась, и я туда подписалась, и как бы, то есть не важно какими методами, но я достигла эту цель, и то есть я очень счастлив, что я буду представлять Россию, что я, насколько я знаю, я единственная женщина сейчас на данный момент, которая представляет Россию в данном промоушене. в том числе, что она хочет быть в Беллаторе, и она говорит это очень интересная вещь для ее, чтобы быть в один русский футболист, который является женщиной, чтобы быть в Беллаторе. Второе. Беллаторе сделал прекрасный job с футболистами, которые не имеют большие бои, и в творчестве их, в том числе, в одними двори, в которых они имеют в виду, в том числе и другие они, которые они старались в их профессии, в которых они становятся В этом направлении, если нужно, то повторяйте вопрос. Можно повторить вопрос еще раз? Конечно. «Беллатур» делает много работы с игроками, которые не имеют так много игроков, как Дорина, и создавали их в игроках. Она видит отличный путь в «Беллатур» с первым временем до вековым? большим количеством количеством боев и приносит их на другой уровень вы видите это в происходящую похожую ситуацию дальше развивающихся в таком же виде но это носит для меня или в целом 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 но это хорошая практика потому что если человек действительно может быть не очень высокого уровня в плане техники но если он стремится и мечтал об этом и он готов пахать готов вкладываться он будет очень быстро растет очень быстро развиваться и он будет достойно данного промоушена дарина says that that's usually a great practice that bellator does in order to invite people with not that many fights at their at their at their stake because that that allows them even if they don't have an insane technique but they do have you know that will to work hard and push through this is this is really exciting for the entire it's really exciting for the entire industry she believes здравствуйте меня слышно дарина скажите пожалуйста что для вас было самое сложное поединке с гриши полное тв самое сложное поединке с гриши было тот момент который все видели что он попытался перевести меня партеру борьбу но у него этого не получилось при этом он очень грамотно не знаю откуда видимо просто по случайности захватил шею и руку и практически меня задушил было невероятно тяжело дышать причем всю свою массу 240 килограмм он меня давил вниз мне приходилось держать эти 240 килограмм на себе которые меня еще при этом душили но собственно я продержался 30 секунд и не постучала оставалось буквально знал что немного продержалась и это был самый тяжелый действительно момент в этом бою если бы вам предложили контракт на бой не с таким вот бойцом как гриша а с профессиональным бойцом вашей весовой категории мужчины вы бы на такой поединок согласились у меня сейчас на данный момент контракт с беллатором поэтому мне это не очень интересно другие бои префед дарина thank you for the time what do you know about your opponent катаршина садару and did you train for something specific during your fight camp знаете ли вы свой абонент и как его насколько вы знаете и готовились ли вы каким-то специфическим вещам которые она может ну конечно как право боец и мы всегда изучаем с трения с тренерами оппонентов тем более что нам предложили двоих на выбор мы посмотрели и выбрали именно ее а в целом она нам более удобная была под нашу технику конкретно собственно посмотрели бои посмотреть что по ним к себя представляет какая у него база что это тейквон доска как она работает ногами руками партер естественно все эти моменты изучаем то есть мы никогда не выходим против бойца которого мы не знаем которого вы не видели и под каждого бойца и как профессионал мы проводим определенный лагерь тренерскую работу проводят тренера которые готовят определенные заготовки со мной которые мы будем уже отрабатывать во время поединка на территории что и на территории Beta тренерская работа была с одним из самых интересных способов проекта но за нечетri все что еще и так украшением патриотов и да и в общем-то обестрадали эта коллекция-то мы соответствуем хотел два вилет украшения, да и он обезвожен, это реакция, да и в ВССР и и вССР, так что я думаю мы пришел в對面 к этому сейчас я решили к украшению что заин산락، то есть все это было прочно на земле, а украшения, то есть это знаете, что здесь украшения и на праву нас выучит? Да, это будет можно добавить противостояния двух стилей, как я считаю, но Кёк Шунгай карате 8 лет против Тэй Квандо, и Тэй Квандо я сразу могу сказать, что рядом с полноконтактными боями, как Кёк Шунгай карате, когда мы ломаем ребра, это даже рядом не стояло. Кёк Шунгай карате, и Тэй Квандо, и Тэй Квандо, и Тэй Квандо, и Тэй Квандо, и Тэй Квандо. Кёк Шунгай карате, и Тэй Квандо, и Тэй Квандо. Кёк Шунгай карате, и Тэй Квандо, 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 и Тэй Кв Беллатора. Но как вы ощущаете себя, получив возможность драться на одной стороне вместе с Федором? Для меня как-то бой именно с Федором значения не имеет. Для меня огромное значение все-таки имеет это бой конкретно в Беллаторе, независимо от карда, от страны. Это уже вещи второстепенные. Для меня, которые не имеют значения, это как просто небольшие бонусы. Вот и все. Первый вопрос я скорее думал больше о том, как вы себя чувствуете, будучи на том же уровне, где и Федор. Какой вот легендой его? Федор, да, он у нас считается легендой, несомненно. Но я этого человека знаю, мы виделись и у него на мастер-классах везде. Я тренировалась у Костидзю. Для меня это простые, обычные действительно мастера боя, бойцы, профессиональные, но с которыми я их знаю больше с точки зрения как обычных людей в обычной жизни, с которыми мы тренируемся и так далее. То есть, и мне, то есть, конечно, мне невероятно приятно с Федором драться в одной мгарде на Беллаторе, тем более, когда Федор в главном бою вечера возвращается. И это, конечно, это шикарно. Дарина говорит, что это, конечно, очень весело, быть на же команде, как Федор, быть на же уровне, как Федор. Но она также говорит, что она вообще знает все эти люди, все эти легендарные борьбы в личности. И она, конечно же, более устраивает их как обычные люди, чем ММА-легенды. Александр? Добрый день, Дарина. Вернусь к вопросу о поединке, который принес вам наибольшую известность. Как вы вообще относитесь к такому явлению, как межгендерные бои? Есть ли у этого будущее и, скажем так, более массовое проявление на различных промоушенах? Плохо слышно было? Хорошо. Просто еще раз, пожалуйста. Хорошо. Вопрос касается межгендерных боев. Как вы считаете, есть ли такое, есть ли будущее этого явления в мире ММА? Нет, я считаю, что будущего у этого нет, потому что это будет не настолько, мне кажется, зрелищно. Это все-таки немного не тот формат. И сейчас пытаются, Гришам предлагают девушек подраться. Насколько я знаю, у него через несколько дней будет бой с девушкой. Но я уверен, что наш бой не затмит просто ни один. То есть ни один бой, как бы они не пытались привлечь Гришу, любого другого мужчину, неважно какой весовой категории, хоть там весом 300 кг, наш результат, именно наше достижение, а не повторить уже точно никому. Залина считает, что эта борьба, которую она создала, была, в факт, была, в факт, была, в факт, была настолько волю, что ничего, честно, не будет преимуществовать эту борьбу. Кто пытается сделать это следующий. Так что она верит, что нет так много будущего к этому стилю. Далина, вот вы выступаете в одном карде с Федором Емельяненко, и он как раз сегодня прокомментировал фрик-бои, которые стали популярными в России. Ну, возможно, имея в виду и ваш бой. Он сказал, что это форменное безобразие, что надо запрещать такие бои, что запрещать через прокуратуру на законодательном уровне. Как вы к этому относитесь? Надо ли запрещать такие бои, как проводили с Гришевым? Феллер просто говорил сегодня о том, что его мнение о так называемых «фрик-файтах», которые приходят в Россию больше и больше и больше и больше сейчас. И Федоровская идея о том, что они не должны быть позволены, и они должны быть предупреждены. И я думаю, что он также говорил, что они не должны быть предупреждены, но предупреждены через использование государственного права. так же. Так. вопрос. По поводу того, что Федор, может, лучше журналист, повторяю вас? Да. Давайте, если можно. Можно ли, пожалуйста, еще раз вопрос? Ну, Федор сказал, что это форменное безобразие, что надо запрещать такие бои через прокуратуру на законодательном уровне. Ваше отношение к этому? Надо ли запрещать такие бои, как ваши? Запрещать? Да, я думаю, что нет смысла, опять же. Просто у нас в России такой менталитет определенный, да, у нас это пользуется определенной популярностью, как мы видим, да, возьмем те же самые там битвы за хайп, хардкор и так далее, разные промоушены. У нас это люди смотрят, им это нравится, они благодаря этим боям, опять же, узнают о таких промоушенах, как тот же самый Беллатор, например, когда я в него перехожу, либо еще какие-то бойцы. А так они даже за боями не смотрят и не знают о них. То есть, ну, у нас это пользуется популярностью, ну, я лично просто с этим смирилась. Кому нравится, те смотрят, кому не нравится, те не смотрят. И я думаю, что это значит, что у нас это значит, что это стоит wrong, потому что это взрывает много внимания. И из этих fights, это вы можете вообще вы можете спотить Субтитры создавал DimaTorzok